Первым делом самолёты ровно сто лет назад. Наш соотечественник Ям Нагурский впервые в истории поднял крылатую машину в небе над Арктикой. В честь этого события российские пилоты совершили полёт на Новую Землю, чтобы установить там памятный знак. Уникальные кадры в следующем материале. С давних времён Арктика манила путешественников, мореплавателей, исследователей и первооткрывателей. Среди суровых льдов они отчаянно искали новые кусочки суши. К примеру, кто только не мечтал найти мифическую землю Санникова, но часто экспедиции завершались трагически. Так, в 1912 году сразу три экспедиции – Седова, Брусилова и Русанова – отправились в арктические просторы и пропали там. Именно на их поиски спустя два года отправился Ян Нагурский на гидросамолёте «Морис Фарман», совершив первый в истории человечества полёт над Арктикой. Эту дату принято считать началом полярной авиации. Российские пилоты на Новую Землю отправились спустя ровно один век, чтобы установить памятный знак в честь этой даты. По пути лётчики познакомились с арктическим миром. Вот на острове Матвеев – Лежбище моржей. С высоты птичьего полёта можно увидеть хозяев Арктики – белых медведей. На Новую Землю экспедиция вылетела из аэропорта Амдермы. Им не помешал даже сильный ветер и туман. На самом деле, метеоусловия вчера были такие средненькие, ничего особенного. Сильный ветер только. Ну, как говорится, в воздухе ветра нет, поэтому была единственная задача – взлететь, а дальше просто полёт. На лёгком самолёте это было бы весьма проблематично, поскольку даже вчерашние условия, казалось бы, я сказал, что не такие уж какие-то выдающиеся были. Но, тем не менее, при таком сильном ветре на лёгком самолёте было бы сложно выполнять и полёты. О первых полётах сказать такого было просто нельзя. Самолёт Нагурского был доставлен в Губу Крестовую на судне Печёра. Два дня ящики с разобранным самолётом выгружали на берег установище Ольгинского на судовых шлюпках. Их приходилось связывать попарно, так как они не выдерживали такой вес. После 14-ти часовой сборки самолёт спустили на воду. 21 апреля 1914 года Нагурский поднял машину в небо. Температура воздуха за бортом около минус 15 градусов. Кабина самолёта открытая и тёплое обмундирование отсутствовало. Корпус самолёта во время полётов в тумане обмерзал, одежда лётчика покрывалась инеем. А во время третьего полёта самолёт сломался и ремонт продолжался более двух недель. Несмотря на то, что миссия Нагурского завершилась безуспешно, её результатом главным было то, что в мире родилась полярная авиация. И сейчас мы отмечаем этот юбилей столетний. И мы водрузили памятный знак на новой земле, чтобы люди помнили о том, что Россия является колыбелью полярной авиации. Памятную табличку прикрепили на лопасть от самолёта Ан-2, который первый летал в Ненецком округе. Установка стелы – очень волнительный момент. Каменистую почву прорубали топором, землю с камнями выгребали буквально руками. Лопасть на месте, осталось только закрепить. И вот небесно-голубой памятник возвышается над арктической землёй. И в завершении экспедиции – круг почёта. Всего Ян Нагурский совершил пять полётов в небе над Арктикой, общей продолжительностью более десяти часов. И несмотря на то, что пропавший экспедиции лётчик так и не обнаружил, его полёты имели очень большое значение. Нагурский внёс существенные коррективы в карты, предоставил сопровождающим судам информацию о состоянии льда по маршруту движения, впервые выполнив тем самым функции ледовой разведки. Дмитрий Щепанов, Ольга Суховарова, телеканал «Север», Новая Земля.